Генетическое щежирея казахов формируют отечественные ученые. Теперь любой желающий сможет узнать, от какого предка берет начало его родословное и даже каким корням восходит история его предков. Подробнее в материале Айгерим Бабиш. Больше 40 ру, жете ата, в переводе на русский 7 предков и 3 жуза. Основополагающие догматы любого казаха. И в то же время одна из главных загадок истории. Но современные исследовательские технологии могут пролить свет на тайны целого народа и закрасить белые пятна на картине под названием «Казах». Ситуация осложняется тем, что у нас очень мало исторических документов. В основном вся информация о происхождении из устной в виде щежирея, каких-то мифов, легенд. Все, что остается историком, это обращаться к архивам сопредельных государств, которые исторически с нами имели взаимоотношения. В первую очередь такие, как Китай, Иран, Россия уже в более поздний период. Исследование щежире поможет определить место казахов на всемирной генетической карте среди тюркоязычных народов Средней Азии и всего мира. Так самые близкие нам братские народы – киргизы, ногайцы и каракалпаки. Можно выявить и генетические особенности, такие как предрасположенность к той или иной болезни. Но, к счастью, по словам ученых, у казахов таких заболеваний не выявлено. Первый – это этап выделения ДНК. Вся наша методика основана на полимеразной цепной реакции. И последний этап – это все-таки получение генетического профиля и его анализ полученных результатов. Выделение ДНК, постановка ПЦР и электрофорез в генетическом секвенаторе. Генетический анализ позволяет подтвердить или опровергнуть существующую теорию о происхождении того или иного РУ. Примеры исследования ДНК арханов показало, что род происходит от одного предка – Эмира Каракоджи. Он был сыном Бия и приближенным хана Золотой Орды Тохтамыша. Путем разделения на фракции и детекцию с помощью лазера мы полученные результаты получаем в виде фориграмм. Это так называемый генетический профиль, который часто выражается в цифровом таком значении. И вот это цифровое значение очень удобно потом обрабатывается в различных программах, системах. И мы можем выявлять какие-то изменения, мутации, либо выявлять мутации, характерные именно для конкретного рода. Генетический код каждого человека неповторим. Это уникальное и в то же время случайное сочетание, которое непредсказуемо выпадает нам при рождении. Однако основа схожая. Ученые секвенируют Y-хромосому, которая передается от отца к сыну. Исследования проводятся на добровольцах. В качестве биоматериала сгодится кровь и слюна. У здорового человека 46 хромосом, которые образуют 23 пары. Среди них есть Y-хромосома, который отвечает за мужской пол у ребенка, и митохондрии, не являющейся геномом. Оставшиеся 45 хромосом – та самая основа каждого организма, которая у казахов поразительно однородна. У нас народ в определенном смысле уникальный. То есть, во-первых, у нас есть шижире, мы знаем своих предков очень далеко. И поэтому вот эти Y-хромосомные исследования, они прям овеществляются. То есть мы смотрим на генетику, мы видим вот это шижире. Мало у каких народов есть шижире, мало кто так далеко знает своих предков. В современном мире это редкость. И казахи в этом плане, так сказать, уникальны. И мы можем вот эту Y-хромосомную историю раскатывать в лицах, что называется. Расшифровать тайну своего происхождения, приоткрыть дверь в прошлое рода и узнать больше о семейном шижире может любой желающий. Айгерим Бабиш, Диас Ковламбаев, Жантосу Тангазы, Хабар, 24.